В России продлили сроки переписи населения в онлайн-формате. Напомним, она продлится до 14 ноября. Граждане могут пройти перепись на портале госуслуг. Жители Карачаева-Черкесии, которые по каким-либо причинам затрудняются, могут обратиться к волонтерам. Альбина Ламкова продолжит. Волонтеры работают во всех многофункциональных центрах республики, помогая людям пройти всероссийскую перепись населения. Добровольцы разъясняют общие вопросы о переписи. Рассказывают, как пройти ее онлайн или самостоятельно запомнить анкеты через портал госуслуг. Для этого гражданам нужно иметь учетную запись на портале. Если ее нет, то волонтеры помогают зарегистрироваться на госуслугах и пройти перепись. Для молодого населения волонтерство достаточно серьезный этап. И это хорошая возможность получить опыт и практику в какой-либо деятельности. Официально я буду принимать до 8 ноября, стараться помогать. Это входит в рамки моих допустимых по возможности времени. Достаточно много людей считают прохождение переписи серьезным главным этапом в их жизни и стараются отнестись к этому достаточно серьезно. Волонтеры оказывают помощь по переписи населения в МФЦ по смену. Все ребята прошли обучение. Я считаю, что перепись населения для нашей страны очень важна. Это учет всех граждан на территории нашей страны и на территории нашей республики. Министерством туризма, коротко-молодежной политики совместно с региональным ресурсным центром был сформирован штаб волонтеров в количестве более 50 человек. Волонтеры оказывают помощь. У всех волонтеров имеются средства индивидуальной защиты. Волонтеров можно опознать по бейджикам. Они наделены формами. Даже если не будет волонтеров в здании МФЦ, специалисты ведомства тоже оказывают помощь населению в прохождении переписи. В соответствии с указом главы с 27 октября все МФЦ перешли на предварительную запись. То есть, оказание государственных и муниципальных услуг осуществляется по предварительной записи. При этом переписные пункты работают в обычном режиме. То есть, вы не надо записываться. Как обычно, приходите по живой очереди, вас принимают, если именно вопрос касается переписи. На основе собранных от граждан сведений государство планирует бюджеты регионов, населенных пунктов, выстраивает стратегии развития экономики страны, собирает демографические данные. Альвина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Веси, Корчаева, Черкесия.